Сильнейшие не просто так, потому что мы-то наблюдаем сетку винеров, а не кого-то там с 0.14, я уже даже не помню. Но суть не в этом. Суть в том, что правильно вчера говорил один из профессиональных игроков, что команда, которая проигрывает сейчас, она оказывается почти в самом конце вообще турнира. И проиграл следующую игру, они достигнут тех же результатов, которых по факту там MUFC держит. Уже показали MUFC. Да, да, да. Все очень просто. И место может быть практически то же самое. Поэтому ни новям, ни оранжам расслабляться не стоит. Каждый отданный раунд, каждый отданный бой, он может очень плохо сказаться, естественно, на дальнейшем. Результате, я там слышу, Тоби-Ван уже разрывается. Ну, Тоби-Ван разрывается, потому что пикнули визажа. Неожиданный герой. Да. В любом случае, ребята, этот интернешнл, вы видите, как будет выглядеть. У нас будет между матчами работать группа аналитиков, и два наших переводчика будут переводить. Уже, собственно, в самой игре вы будете слышать нас с Каспером. Вивер! Здоровенный Вивер появляется в Бенароя холле. Если кто не знает, я даже не знаю. В общем, по центру просто висит игра, вот как вы ее сейчас видите. И с флангов, с одной стороны, пикаем и герой. Да, это Нага-Сирена на данный момент. Отличный, кстати, выбор Пупея. Вот она, Нага, вот она. Ее в группах не было у Нави вообще. У Нави не было, но... Смотри на лицо Муши. Он сейчас не понимает, что происходит. Какая Нага? Где Нага? Знаешь, он похож на этого мальчика. Где Нага? Вот не понимаешь, причем при всем при этом, сейчас остается, опять же, под эту Нага-Сирену очень сильной комбинацией. Был заванен Дарксир, который сам по себе очень силен. Я вот буквально сегодня наткнулся на видео от Дота Синема, опять же, с хайлайтами. Просто паберские хайлайты. Но там в 9 или в 8 моментах из 10 был DS плюс Aoe стан. То, о чем мы с инмейтом говорили практически на каждой трансляции. То, что DS плюс любой Aoe стан, он нереально силен. Нага-Сирена при должном контроле, при должных Aoe ультах, например, там тот же SF, тот же Disruptor, например, они нереально контрят. И будет ли сейчас бан Дизраптора, посмотрим. Вот вспомнят ли эту суперстрату Na'Vi, которую Virtus.pro очень любили обузить. Нага-Дизраптора работает. На этом турнире Нагу брали только в ВП. Больше никто не брал. Ой, Дизраптора из них брали. А, Дизраптора, да. Но про него забыли, он здесь, он очень недооценен. Причем, вот я даже не знаю, как еще можно это объяснить, но мы не можем, не можем даже физически, даже близко догадаться о том, что происходит в головах у команд. Вот сейчас на стриме как раз там показывают Пупея. Ну, Пупеха сейчас забанил нас Найкса. Как бы, в принципе, понятные решения. Ну, как понятные решения? Как бы, довольно хороший Кэрри-герой. В любом случае, Оранжи будут играть либо через Гирокоптера, либо через что? Либо через Антимага. Морфа даешь. Морфа, ну, в принципе, это вариант. Нет, на самом деле, сейчас вот посмотрим, именно, вот Кэрри сейчас пул ограничен, скажем прямо. Не потому, что плохие Кэрри-герои, а потому, что команды на этом турнире брали, кого у нас? Очень нервничает Фанник, смотри. Вот реально видно, что очень нервничает Фанник, как бы. Вот, давай сделаем так. Сколько Фаннику там сейчас? 17 или... Нет, по-моему, есть 21. Он недавно школу закончил. Какой? Да-да-да-да, он ПТУшник же. Он в прошлом году поступал. ПТУшник! Ну, вот, допустим, Фаннику 18 лет, да? Ты 18 лет, пролетаешь 8 с половиной тысяч километров, и играешь, ни много ни мало, почти за 3 миллиона баксов. Какие твои эмоции? Вот просто, я даже, мне сложно представить, что было бы со мной на месте того же Фанника. Вот там, 5 лет назад, когда у меня там тоже было 18. Это просто невообразимое, невообразимое волнение. Ну да. Вот любой там школьник, который сейчас напишет где-то в чате или подумает, что да, я бы не волновался, это все неправда. Это все вранье. Сидел бы просто, коленки бы поджал, а не по ночи происходит. Конечно. Да, Фанник уже опытный, он был уже на DreamHack, там, да, и на прошлом International он был с дарерами-дарерочками. Но в любом случае, это все равно не то. Это не то. Здесь он действительно один из фаворитов. Именно. Да, если от дареров-дарерочков никто там, грубо говоря, не требовал первого места, то сейчас вот запросы очень высоки. Сент-Кинг, Банни, вау. Да, 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 это нормально, это нормальная тема. Я вспоминаю, было у нас много, кстати, Сент-Кингов, очень много было Сент-Кингов. Но самый худший от Далжи Ди Инк. Лост их вообще назвал негласно командой Сент-Кинга просто. Самый лучший Сент-Кинг вообще был у Арт-Стайла, я как помню, он там копал между троих и все такое. Он даже крипов копнуть не мог. Да, было дело. Ну и что? Ну, Дэнди на Драгонайте у нас будет играть в миде, как бы это понятно. Посмотрим, что будет дальше. Мне очень любопытно, да, кого возьмут под Нага Сирену. Будет ли это Коттл, например, на Лайн? Вы видели, Коттл, Give Me Mana. Give Me Mana. Чакра, Magic, Коттл. Коттл. Ну, в общем, под Нага Сирену много, много возможных героев. Какое сегодня число, 6 или 7? 6. Не, 7, первый день плыва, 7 число. А, 7 число. Мне просто пришла смс, что меня тут с днем рождения начали уже поздравлять. Не, 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 а 7 еще? Ну, в Москве это уже 8, да, да, да. Рано еще? После игры, да. После игры, да. После дня. Вот нам вывели хвоста, мы видим. Хвост, как и в прошлом году, сидит ближе всего к камере. У хвоста уже должны были усики отрасти вот после этого турнира, после группового этапа. Ага. Учитывая то, сколько он отыграл на вивере и руки, так знаешь. Не, хвост, мы сегодня в автобусе ехали с хвостом сюда, как раз отличное у него настроение, просто шикарное. Хвост в автобусе ехал с флагом LGD. Он у кого-то отжал флаг LGD с этим автобусом, ну, с этим флагом ходил по автобусу и задал бал людей. Ну, и, собственно, рассказывал и говорит, что если эти братья не возьмут Тинкера, то я их победю на ура. Потому что мой жук-паук этого пацана будет воровать под четвертым тавером, а еще будет воровать весь его фарм, еще будет воровать все вообще, что у него есть. Так что пусть берут Тинкера, мы это не боимся. Научились против Тинкера играть, вот в чем дело, понимаешь? Когда против Тинкера сейчас видим АМ, Штурмспирит, там еще какая-нибудь фигня заезжает, Тинкер первый раз кидает по кусак, и на него сразу раз, два, три, залетают два, три пацана, и он не понимает, что ему делать. С этим всем. Тинкер хорош, когда вы просто стоите и терпите, и непонятно чем занимаетесь. А в противном случае, если просто быкануть и выловить этого пацана, то он очень мягкий, с ним очень легко справиться, безусловно. В общем, долго думает Пупей над четвертым тиком. Бейн. Но в сложную, они тоже вряд ли пойдут. Вряд ли вообще стоит отправлять в ее сложную, потому что там визаж Никс, хороший прокаст. Кого? Под Виндранер или Кракверка? Нашим или Оренджер? Нашим, нашим, нашим. Нашим, нашим. А что я может... Много, на самом деле, вариантов. Там того же Баунти Хантера Фаннику вручить и иди вон, пили пацанов. Например, с Фурионом БХ справляется просто на раз-два. Против Никса Баунти Хантер тоже неплохо заезжает за счет того, что трек есть. Конечно, Баунти Хантер никак не спасает от инициации в Байникс, но помогает потом просто не залететь ему как-то неожиданно и так далее и тому подобное. В общем, пока что, мне кажется, БХ один из неплохих вариантов на харду. Его нет в бане, слава богу, а то я тут, как обычно, люблю две минуты рассказывать про какой-то офигенный герой и увидеть его на ферст бане. Но это бывает. Четвертый, четвертый пик от Оренджи и на самом деле остается им что? Мид? Оу, Тайт Хантер! Появляется здоровенный зеленый арбуз на пол проектора. Да, просто на пол Бинарой, арбузище такой. Показывает Фаника. Фаник мандражирует Фаник. Не, на самом деле выглядит спокойно. Но лицо трет, значит нервничает. Есть такой признак. Фаник настолько нервничает, что аж зевает. Говорит, боже, какие вы, какие вы убогие. Как же вы долго берете героев. Сайленсера бери. Ну вот он, собственно, наверное, самый молодой из наших отечественных игроков, которые здесь присутствуют. Вроде никого нет младше Фаника. Так, и гирокоптер ласт баном от команды Нави. И Баунти Хантера, кстати, забанили Оренджи. Это потом. Потом бай Фаник. Ну и Фаник уже сидит, улыбается. Он чувствует, что сейчас будет все хорошо. Он вспомнил игру на Фурионе, когда он играл против Фуриона на Патме. И когда он отдал ФБ на третьей минуте, ликнувшись в текстуру. Убегая от Фуриона, убегая. То есть там была просто гениальная игра. Ладно. Надеюсь, сейчас мы такого не увидим. Потому что есть и Фурион, и Патма. Вот в чем дело. Вот что меня смущает. В общем, ласт пик для команды Орендж. Не хватает им мейн, кэри. Которых у Нави на самом деле два по сути. Но не то, чтобы два. Вот и у Оренджи сейчас будет пацан, который бьет героя. Бьет и крипов, да и героя в принципе будет бить. И будет фармить, будет вывозить эту игру. И есть Nature's Profit, который имеет очень сильный лейт потенциал. С которым будет очень сложно справиться. Если он соберет себе опять какой-то там Хекс, Дезолятор, не знаю, Дейдаус. Ну, что-то типа этого. Ну и Вивер, Патма, Декан. Патма тоже вроде неплохо выглядит. Хотя посмотрим, что Фаникс может вывести со своего хардлайна. Ребят, мы знаем, что нас отлично слышно на стриме. Но есть проблемы в Дота 2 ТВ. Звук плохой очень в Дота 2 ТВ. Шумит, фонит и так далее. Проинформировал я уже Валв. Я думаю, они что-то придумают. Да, что-то придумают. В общем. Пока слушайте нас на стриме. Пока смотрите на стриме, который у нас уже... Алфимик, все. Да, вот уже потихоньку начинает народ сваливать со стримом. Потому что Дота 2 ТВ. Но я думаю, сейчас вернутся обратно. И отметочка в 100 тысяч уже была благополучно преодолена. Смотрите, кстати, как выглядит, видите, зал. Вот хвост сейчас пикнет Вивера, понятное дело. Да, да. Вот так вот. Красота. Просто когда умирает, будет таймер тоже. И будет серая иконка. Зрителям вообще сейчас сделали все шикарно. Потому что, если сейчас покажут главный экран, вы увидите, насколько классно продуман на этот раз функционал именно главного экрана. Потому что по центру 16 на 9 формата висит непосредственно стрим главный. Слева сверху мини-карта. Ну, мы ее тут макро-карта, не знаю, мега-карта. Размером действительно с автобус такой хороший. Да, да, да. Здоровенная мини-карта. Еще под этой мини-картой камера избудки Оранжи. И справа внизу камера избудки Natus Vincere. Над Na'Vi висит статистика. Вот он, Тоби-Ван. Вместе со своим коллегой Вагомамой. Магнусы. Чего у нас все Магнусы? Все шведы Магнусы. Все просто Магнусы. Куда ни глянь, одни Магнусы. Ребят, в любом случае, плей-офф за Интернешнл начинается прямо сейчас. И мы с вами начинаем смотреть за этой игрой. Итак, Оранж играет за Дайр. Команда Na'Vi начинает за Рэдиан. Куху играет на Тайтхантере. Ксинкс у нас играет на Визаже. Net будет играть на Никс Ассасине. Мушик, конечно же, на Алхимике. Ну и товарищ Ахайо будет играть на Nature's Profit. Да, все, поехали. Команда Na'Vi. Ну с Na'Vi в принципе, да, все понятно. То, что Фаник на Патме. То, что Куроки у нас будет играть на Медузе. Да, Инди, естественно, Мид ДК. Там Пупеха на Бэйне. Ну и Иксбокт. Он же Квост 4. Да, вот нам, кстати, подсказывают, что в официальных матчах... А как вам это? Оранж 4-1 ведут. В официальных матчах, да. То есть это не какие-то там стычки в пабе. Не какие-то буткемпы, тренировки. Это официальная статистика. И, кстати, эта же статистика помогла мне когда-то там выиграть ставочку. Потому что был матч там Реттлснэйк против Rising Stars. И Реттлснэйк были тогда очень сильны. Но по личным встречам тогда была ситуация очень печальная для них. Там был что-то то ли 7-1 в пользу Rising Stars. Ну не могли они просто одолеть вот эту средненькую команду. И все. И в тот раз тоже не получилось. Тут у нас улыбка зацепили. Ох, хорошо, вернулись здесь. Ой, ой, ой. Посмотри, Кабай, Пупея. Хорошо зажимает. Сейчас еще и Станк Пупея залетает. Нет, надо бежать. Пупея нечем. Завидеть, завидеть, завидеть. Завидеть, завидеть. И надо забирать. Нету бить. Жука, Жука надо убивать. Жук, Манси. Хорошо, минус Жук. Главное не потерять сейчас еще и Куроке. Фанник зажался. Фанник у Фанника. Нет липа. Вперёд, он оба. Завидеть, еще. Найс! Найс! Баба! Бежать, бежать, Кура, бежать! Кура улетает, нету ману Икса и все, это 2 в 2 размин. Вот это костер, начало игры. А в миде уже Дэнди стоит против Тайдхантера. Вот это начало, просто, ну как отыграл Кстингс, как же он засейвил, разбудил. Да, очень вовремя разбудил. Они просто прочитали там на мем, что сейчас залетит стрела и все, и пиши пропало. Это было в принципе очевидно, но и понятно, что Фанник прокачав стрелу, уже потом сбежав в этот угол, никак не смог оттуда убежать. Все достаточно нормально, то есть размен 2 в 2, все дела, кто у нас там. Вау! Ну что, вот как раз-таки у нас постоянно будет залетать статистика, мы вам ее иногда будем озвучивать, иногда вы ее, собственно, читайте сами. Видите, что Визаж 66 раз был запикан, еще много раз был забанен. На самом деле Визаж и Бэтрайдер появлялись вроде бы во всех матчах Интернешнала. Ну это серьезно. Либо в пике, либо в бане. Вот эти два героя, они залетают постоянно. Ну и есть просто прекрасный повод вообще порадоваться, потому что мы с тобой, Каспер, не пропустили First Blood первой Интернешнала. Это было бы эпично. Да, это было бы что-то очень крутое, но все хорошо, мы не пропустили и это кайфово. Ну, у нас все-таки интересные трипла на топе. Да, это Фаник, Куроки и Пупей. Снизу Хвост гоняет. Хвост уже гоняет Ахайо, да, да. Он его должен гонять всю игру. Он и будет гонять, ему сейчас нужно получить хотя бы лвл 4 будет сейчас либо второй Шикуча, либо Джимми... А, лучше Жуков. Жуков и просто сейчас натравливать. Хвост пока ничего не прокачал. Вот он пошел второй Шикучи. На четвертом однозначно должны быть Жуки, потому что с Жуками Фуриона убивать, ну хотя бы просто заставлять улетать постоянно, это очень грамотно. Но Фурион к этому готов. У Фуриона есть телепорт, то есть даже если он улетит на ТПшке назад, да, он сможет вернуться быстро обратно, то есть ты по сути ничего не выиграешь, кроме того, что загонишь Фуриона, там не будет он минут, ну не минут, там секунд 30-40 фармить от силы, и то, каких 30-40, если там все очень быстро делается. У Дэнди в миде мы видим Крипстат немножко похуже на данный момент, чем собственно у Тайтхантера, ну 7-3, 10-0 это в принципе то же самое, да? Ну там да, там разница не большая. На топе, на топе война, Закарапасировал Нэт, Куроки слишком далеко зашел, слишком далеко. Куроки много, да? Капай двоих, еще Вивер, здесь же Фурион, проблема у Нави, это скорее всего минус 2, а Фаник уходит, нет, минус 1. Фаник, анимация атаки о Грави не прошла, Фаник успеет отпиться банка, все, Фаник уже вне угрозы. У Пупея, правда, нету ман для того, чтобы хоть что-то откастовать. И Куроки ушел, и Куроки ушел на лу хп, боже, какие живучие эти герои, отличный стан, но надо отходить. Живи, живи, ай, и Пупея поймали. Пупей, Пупей подставился, да. Пупей может отъесться, нет маны, Пупей, Пупей умирает все-таки, здесь Куроки на развороте. И Куроки лучше не подставляться, за Куроки, кстати, еще там хрипы, Куроки пробивают, но, блин, очень досадно получилось, то, что подставились. Ну, не надо было, на самом деле, на развороте давать эту стрелу, потому что стрела была почти в упор, Альхимик в любом случае успевал давать стан. А надо было просто как-то побежать, наверное, чуть дальше, попытаться разорвать дистанцию. Ну, 3-2, ты смотри, Оранжи начинает, ну, в первую очередь, начинает не Оранжи, начинает Нави, а Оранжи отвечают, и отвечают очень хорошо. Тем временем Хвост, 21,6, Хвост продолжает. Хвост фри-фарм, фри-фарм, Фрион ему ничего не может сделать, там Джимин и Татака, там Шукуча, Хвост с базилкой, ману тратить может очень хорошо. Вот вам Хвост, 8 раз на Вивере, стата 7-1, среднее количество, 10 килов за игру Хвоста. Вот это, вот это герой, я понимаю. Это нормально, это Вивер, это Вивер, это Хвост, просто Вивер для Хвоста подходит, почему? Потому что Хвост агрессивный фармила, то есть он не просто стоит, там терпит и непонятно чем занимается, он играет через агрессию, то есть он постоянно как-то харасит, разменивается по ХП, напрягает, тем более Вивер это один из тех героев, которым это можно делать очень классно. Джимин и Татака, плюс Шукуча, мы опять же там делали детальный анализ этой связки, это нереально, если ты какой-то мягкий чувак. Так, у нас, не волнуйся, мы ничего не пропустили. Я просто, у меня просто дернулась рука сразу, Пупей идет в инвизию на топ, и здесь с антривардом нет. В смысле нет, вот он стоит, с антривард, и Пупей сейчас скорее всего умрет, да, нет, на развороте, копает Пупе, будет стан, это минус. Не, не надо, не надо драться, не надо драться, здесь... Хотят, хотят забрать сейчас алхимику, алхимика нет, маны там вот еще не хватает, немножечко Паник прыгает дальше, что надо два удара сделать? Еще один, найс, найс, теперь нету бить, нету бить, вдвоем начинают бить. Отлично, минус армор, Нэш, смотри, передайся, Вижен, 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 нужен Карабасе по Панику. Отличный подкопку, Рокки зажат, но нет, нету Вижена дальше, не пойдут, дальше за Нэтом. Ой-ой-ой-ой, сюда бежит уже Тайт Хантер на хостес, без ульты, правда, пятый левел, Пупей, Пупей, Слип, 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 Найс, бежать, Найс. От Слипали, посмотри, опять же разжимает... Стопит, стопит Пупей, Пупей такой он жесткий, боже мой, что творит этот Пупей? Вау! Ну, Пупеха здесь просто красавчик, там действительно нагаш был Апатма, там был нагаш просто-напросто Куроки. Пупей отстопил со своим телом Муши, не пустил его, отличное начало, и Дэнди получил время для фарма. А в это время фармит хвост, да, и то, что Дэнди оставили в миде одного, это тоже очень классно. Дэндику на самом деле против Тайт Хантера фармить не очень круто, это то же самое, что стоять там против какого-нибудь Рубика, у которого бесконечная мана, потому что Тайт Хантер там себе постоянно через боттл играет, постоянно обустит эту батлу, Энкор Смэш дает минус 40% дэмэджа, и Дэнди со своими там 35 урона очень сложно. Дэнди чуть ли не левел выигрывает кукуху. Ну, потому что тот бегал только что, он очень много потерял. Ну, хоть он был на хосте, но он действительно бегал, это, конечно, огромные потери. Да, он не участвовал нигде. Хвост 38-11, просто шикарно. Сравните с мейнкерри команды Оранж, с Муши, 16-2 и 2 смерти. Ну, там просто нельзя сказать, что на фрифарме стоит Муши, потому что действительно постоянно его бьют, его постоянно там напрягают, постоянно идёт размена. Ну, видишь, Na'Vi-то рисковали. Na'Vi шли в сложную, триплой, как бы, очень опасный триплой, но настолько хорошо они знают преимущество Na'Vi, да, её рептай, да, это, кажется, круто. У Na'Vi, у них есть одно преимущество, то, что есть такой хороший там сейв, как Bane, например. Смотри, атака, смотри, будут кукуху, нет, не будут. Можно было попытаться залететь. Вот сейчас Куроки видят Тайт Хантера. У Тайт Хантера есть реведж, очень опасно. Ну, можно развести, как бы, не уйдёт. Можно, можно, но я думаю, что Тайт Хантер... Паник, паник здесь со стрелой, паник со стрелой, ару мимо надо бежать. Да, 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 почти попал, просвистела стрела под носом только что у Тайт Хантера. Ну, и зачем сюда стянулась трипла команды Na'Vi, не совсем я понимаю. Убить, убить Тайт Хантера, это был единственный план. Или Тауэр. Ну, Тауэр биты. Ну, Тауэр потом можно было попытаться, конечно, забрать, это огромный был бы плюс, но стрела не попала, нужно отходить. В результате Na'Vi, конечно же, в минус, потому что... Ну, потеряли время. Да, потеряли время, очень долго бегали, это понятно. Но в любом случае, есть хвост. Всё хорошо у Сани, мы видим, есть у неё и Magic Wand, есть у неё 1500, есть у неё тапок, есть у неё базилка. Грейди, тапок на ПТ, есть ХП уже, и сейчас можно ожидать агрессии от хвоста. То есть, когда он получает ПТ, обычно начинается агрессия. Ну, вот она, агрессия побежала, смотри, раз, всё, джиглит атака, две третички вешает. Вот, вот, хорошо. Понимаешь, фурион, он ничего не может сделать, хвост сейчас будет дальше, там есть таймлапс, всё, он ушёл, всё хорошо. Правда, сейчас вышка его пробила маленько, ну и всё, убегает он дальше за рейндж. Вот именно так хвост постоянно играет, фурион ничего не может сделать, у него нет ни одного спыла, грубо говоря, активного. У него нет регена, и как бы ему надо будет сейчас улетать просто домой, всё, и тратить ТП, тратить деньги. Ну, хвост знает, как играть на вивере, стату мы с вами видели, да, нам, собственно, со статой в этом матче помогает инмейд, который у нас за кадром... За бруно сегодня отдувается. За бруно, да, отдувается, инмейд. Только нет у него зелёного пиджачка, но ничего страшного. В общем, смотри, Давид, сейчас оранжи через тучку подходят к тир 1 лыжке. Есть телепорт, что ли? Не-не-не, это фурион, боже, я испугался, что кто-то... Да, и будут убивать Тауэр, будут убивать Тауэр. С тайдом убьют, точно, 100% убьют. Вот Фанику, кстати, с такими стрелами нужно быть очень осторожным, и в никса их не расстреливать вообще никак, потому что только что Фаник реально мог умереть. У него было там 550 хп и третьего уровня стрела. Ну да, он бы застанил сам себя на полчаса и приплыл. Там бы Алхимик или Визаж, мы просто дали там плевочку, постану, и всё, и было гэгэшечка. Так, вниз отправляется у нас сейчас кто-то... Не-не-не, это в мид улетел обратно Тайдхантер. Вроде пока всё спокойно. Ну, Дэнди, Дэнди опять-таки пофармил. У Дэнди мы видим 49 на 8, у Тайда 31 на 3, линия выиграна. Хвост, ну, понятное дело, хвост продолжает просто фрифармить. И это огромная ошибка Оранжи, я считаю. Потому что рано или поздно они за это поплатятся, как бы... Мы много раз, точнее, уже обсуждали то, что Вивер одна из лучших контр вообще к Алхимику, потому что Алхимик ему по-хорошему сделать ничего не может. Перед матчем мы видели превью игру Тонг-фу против Альянс, где просто-напросто стоял шестислотовый Алхимик и пытался бить лоду на Вивере. Ну, типа того. Нанёс ноль дэмэджа. Да, да, да. То есть плюс ещё Вивер, ну, один из таких героев, которые милишники очень плохо напрягают. Нужны сильные дизейблы, как такие там, я не знаю, Бэйн, например, который будет держать Финдгридзе. Нужен Бэйн или Бэтрайдер? Бэтрайдер. Тот же Бестмастер, например, тоже вроде неплохо бы подошёл там, а так спит лишний даёт и всё такое. Но Бестмастера нету. И все эти герои, они контрятся линкой по факту там. И, ну, я даже не знаю, как это ещё можно вот донести получше мысль. Хвост у нас опять таймлапа, опять уходит. Хвост вообще не стесняется ничего использовать. В миде в это время визаж Денайт Тауэр. Но, опять же, опять же, Вивер фармит Дэнди 56 на 9. Если посмотреть Нетворс, то по Нетворсу они впереди. Дэнди на 500 по отношению к Тайтхантеру. 3000 экспы уже имеют в переде нави. 4000 Нетворс уже у Вивера, вот, без малого. Просто в полтора раза больше. Там сейчас стрела от Фанника залетела в Муши, но у Муши был в ульте, поэтому ничего страшного. Вивер не проиграл командов без дизейбла. Пожалуйста. Передаётся привет огромной команде Квантик и Габлаку лично, которые против Вивера имели 4 замедления, ни одного стана. Да. Так, о, проблемы сейчас будут снизу у кого-то. Проблемы там, кстати, будут у Пупея, да. Пупея, Пупея. Ну, это был байт, это был байт. Пупея отъедается, стан получает, умирает, конечно. Счёт становится уже 5-3. У вас тут главное не подставиться. Улетает, хорошо, пробивает, отлично, минус. Фурион очень вовремя, ещё и на это можно цеплять. Вот, вот за Муши, Муши надо убивать, Муши, Муши очень битый. Хвост за ним до конца, Тайтл Суэр. О, опять КП, опять КП, убегает, вот где под Бэп, ты что-то тут кажется. Витает, боже мой. Как мало. Ещё и стан Фаника, но тут Куроки. У Куроки есть ли Риптай, да, он пытается в Анвизе подойти к Алхимику, но его уже далеко нету. Нет, Карапаси, надо убивать, хорошо. Дэнди очень броняще, тут же Пупей. Слип, слип дай, слип дай. Ладно. Блин, ну почему уже не пошли дальше? Получилось 2 в 2, да? Нет, получилось 3 в 2. Ну что, забрать? Умирал Пупей и умирал Сапснофаник вместе с Хвостом. Да, да, ну вот и Фуриона забрали вместе с Никсом. На самом деле очень-очень битый ушёл Алхимик. Алхимик грамотно всё сделал. Он мог, конечно, ещё пойти побековать, получить Икспул, но он убежал на базу, потому что там уже в Анвизе к нему подбирался Пупей. Не Пупей, точнее, а Куроки, конечно. А сейчас в чём получился фейл? У Na'Vi не было лайнварда вот здесь. Вот сейчас уже стоит Сентри, да? И они не видели, что просто-напросто тут уже подходит бригада. Да, да, то есть это был реально грамотный байт. Стоит себе Фурион, никого не трогает, вроде бы там стоит, такой бьёт, крипов пил, 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 пил. Ну Оранж молодцы, Оранж очень хорошо играет в этом матче. То есть как бы мы понимаем, что на дистанции вот Оранжи сейчас проигрывают, потому что там есть Драгонайт с хорошим фармом, есть Вивер с прекрасным фармом, и рано или поздно эти два пацана будут убивать. Понимаешь, страта Оранжи очень хорошо контрится БКБ, потому что не будет просто станов вообще не будет. Тауэр будет забирать снизу сейчас. Дэнди будет с БКБ, Хвост будет с БКБ, там какая-то Нага Сирена ещё может быть заулетит издалека, если вдруг что-то пойдёт не так. И всё. А дальше чем пробивать? С руки Муши будет пробивать минут через 20, наверное. Хотя вот с этим Лотаром может что-то и получится. Посмотрим. Ну посмотрим, действительно. Ну что, Тауэр забирать без проблем. Оранжи, и мы понимаем, что это уже второй Тауэр для них, в то время как команда Na'Vi убила один Тауэр, и тот был заденен. По деньгам, спустя 12 минут, ноль голды разница. Да, но по XP 2000 на Веду, это немного. 2000 это вообще немного. Посмотри, тут на 9 уровень, нужно 1000 опыта. Нет. Попей поставил вард, всё нормально тут. Так, ну и что у нас там дальше? Дальше у нас здесь Фаник. Фаник, Файзы, Боттл, какая-нибудь Аквилка бы ещё Фанику не помешала. Там что-то происходит непонятное. Там такая гапша на самом деле. Ну тут слишком ноль. Нормально, нормально играют сатиры. Просто шикарные вообще. Решили отомстить за это Оранжи. На, ещё, ещё получай. Сатиры очень жёсткие получились просто. Сатиры реально штук 5 этих Хадукинов разрядили. Так, в миде. Врывается Дэнди на хосте. А где стан Дэнди? Будет ли стан? Сейчас будет драка. Драка в лесу начинается у команды Нави. Хвоста увидели под вардом. Хвост уходит. Дэнди достал. Здесь. Слип. Слип нета. Забегает с хвост. Хвост умер на ровном месте. Дэнди задуает двоих. Там Мека. Проблемы у Дэнди. Надо убегать. Дэнди на хосте. Дэнди на хосте. Раз-дин-1-1. Зажимает, 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 зажимает. У Тайда есть ультимейт. Дэнди разводит. У Куроки нет. У Куроки одного крипа до шестого не хватает, чтобы заултить. Вдруг чего? Но, боже, какая осада. Ну и Кэрри. Просто поумирали Кэрри и на этом всё закончилось. Ну, высоту Оранжи взяли, скажем так. Да, но Хвост очень быстро погиб. Хвоста там с треть хп разрядила ульта Фуриона и он отъехал. Плохо, плохо, что умер. Опять-таки Вивер. Да, да, без Вивера, конечно, не очень драки потом проводить. Опа, сеточка на Курьера. Ты посмотри, как Курьера разбили только что. Курьер, я не знаю, что он здесь сделал, но сетку тупо кинул на Курьера только что Куроки. И этого Курьера убили. Ну, пустая была Курица, ничего как бы мне не было. Но опять лишние деньги, огромное количество денег. Деньги, время. Это всё тоже решает. Вот, друзья, запомните, всегда убить Курьера лучше, чем не убить Курьера. Вот это простая истина. Да, да, да. И не надо говорить, что да ладно, подумаешь, они его убили, ничего страшного. Это всегда лучше, чем не убить. Так, проблемы здесь у Куроки поймали, убили Куроки, просто без шансов. Синс его забирает. Вот Визаж, 4 фрага уже у Визажа. И Оранжи двигаются по карте просто шикарно. Смотри, что делает Пупей с Фаником. Они решили быкануть, причём могут, может у них это получиться, но Оранжи пока что бегают толпой. Они реально бегают... Да, кстати. Да, действительно, Финол получил приз за убийство Курьера. Это очень шикарно. Админ. Да, главный админ Интернешнала. Да, Интернешнала, прикольно. А вы ещё говорите, что это всё не подстава. Всё подстава, админы выигрывают. Да, третий Тавер забрал команда Оранж. Мы видим, Нафи даёт защитную стрелу в Тайдхантера и сразу будет отсюда убегать Нафи. По Таверам Оранжи опять-таки зарабатывают себе деньги. И это плюс для них, как бы. Единственный сейчас плюс. Но, опять-таки, не скажешь, какая команда сейчас сильнее. Хвост, мы видим, поджал хвост. Как бы это не смешно звучало. Хвост поджал хвост. И не настолько весело сейчас себя чувствует на линии, не быкует. Он понимает, ему надо БКБ. Хватит умирать. Он уже дважды умирал. Для хвоста на Вивере это не очень. Согласен, согласен. Ну, вот и хвосту действительно стоит пока что приостановиться со своими побегушками. Действительно, нафармить себе хотя бы этот ОгрКлаб, чтобы было КП уже там не 900, а уже 1000. И тогда можно будет хотя бы не отъезжать с двух кастов. Ну, 1000 до БКБ ему осталось. Мы видим, Тайд принёс себе ПТшечку. Мека уже есть в Куху. Это очень важно, кстати. Это нереально важно. То, что здесь меки пока нет у Нафи. И непонятно, когда она будет. Но это проблема. Дэнди тоже БКБ через 1000. То есть, два БКБ появятся у Нафи практически молниеносно. В одно время. Ну, и мы понимаем, что Тайд Хантеры вместе с Никсом просто-напросто перестанут представлять какую-либо опасность, учитывая два БКБ у Нафи. То есть, драки должны пойти намного лучше. Вот то, что Ахайо на Фурионе, да, нафармит. И да, у него всё будет хорошо. Это плюс. Но, вот теперь надо, наверное, минуты 3-4 потерпеть. Там будет небольшая опасность. Ой-ой-ой. Посмотри, заходит. Вот он этот Никс. Вот он этот противный Никс. Фаник. Фаник окинует. Фаник должен понять, что тут много людей. Он должен убегать. Он понял, он понял и отпевается. Он молодец. Вот сейчас Листыгер-то ходит. А Курроги, ну, боже, ну, была же инфа, что есть много на руне. Дэнди стрянет, нет, не стрял. Дэнди нечем было цеплять. Потратил Никс уже свой стан, и поэтому Дэнди ушёл живой. Но должна же была пройти инфа, что много на руне сейчас. Да. Много к нам забегает. Потому что вот эти пацаны, они просто так не стреляют. Ну, Хадукин, Хадукин залетел, значит, 3 человека, как минимум, здесь. Да, да, да. А почему? Нет Мага Сирены, нету её противного ульта, так как Оранжи нету под КП. Стрелу туда надо, стрелу, Фаник, давай туда стрелу. Туда надо в ядерную ракету, потому что по-другому убить всех этих не получится, пацанов. Так, Фаник, Фаник, даст ли стрелу? Заходит Пупей в инвизи под мы. Но там Сентри, там Сентри, опять Пупей подставляется под этим же Сентрике. Фаник уже понял, что там что-то неладное. Дэнди задул, Дэнди улетает. Хорошо, кайти от кайти от кайти, главное разбежаться сейчас. Муши взорвётся, Муши взорвётся. Именно, посмотри, сколько! У Тайдкардера нету маны на реведж, боже мой, какой провал. Есть мана, есть мана, идет пустовать. Есть реведж, Фаник упрыгнул, хорошо, в зоне зоны поражения, но Дэнди очень сильно люкают. Фос здесь остаётся, Пупей копнули, Пупей минус. Вот, посмотри, как Фос, сейчас можешь попытаться поразбирать. Нет, Муши прилетел уже, вот что-то. Хай, у них два живой улетает, он сделал триплкил, Муши выкупился. Да, Муши выкупился, будут забирать Рошана. Шикарное начало драки, почему Na'Vi её проиграли? Дожди, знаю, потому что Дэнди очень быстро сфокусили. Дэнди с Ньюков просто убили, он жирный, но против костов он такой же мягкий, как та же Патма. Конечно, у Патмы хп поменьше, но я думаю, вы понимаете, о чём я. Алхимик забирает Aegis of Immortal. И БКБ у Хвоста появляется, вот, 30 копейка стала. Вот, вот этого не хватало, очень сильно не хватало. Было БКБ в той драке. Но он бы сейчас пережил всё, и Дэнди бы пережил всё. Да, и Дэнди бы на морозе стоял, и Хвост бы на морозе стоял. А так боялись Тайда. Стояли и били, да. Но Тайтхантера долго не было маны на ульту, у него были стики в кулдауне. Он в начале драки провязал стики, и у него тупо не хватило маны. Он дал там то ли гаш, то ли энхор смеш, в общем, чуть-чуть ему совсем не хватало. Вот, БКБ у Хвоста. Вот, следующая драка уже будет повеселее для Na'Vi. Пока дела идут, скажем так, не так, как бы хотелось. 5000 голды, 3000 экспы проигрывают Na'Vi. Это много. Это действительно много, и надо сейчас собираться. Да, золото действительно уже много начинает выступать. Ой, Лотар второй появляется. Второй Лотар у команды Orange. Есть у Муши Оранж, есть у Муши Лотар, есть у Ахая Лотар. Ну, вообще, Лотары, вы не поверите, но контрятся одним простым артефактом. Это гем. Просто проблема в том, что Na'Vi сейчас... Я не видел Куроки, вот вообще не видел. Вы меня простите, но его не было. Но в начале они что-то поагрессивничали, да, сейчас... Да, да, сейчас вот как только от Наги стала требоваться ульта, ее не было, просто банально не было. И сейчас она действительно может пригодиться. Ривер собирал БКБ в 10% случаев, Линка в разы популярнее. Да! Но Линка обычно собирается против, опять же, я говорю, Бисмастер такой, рейнджовый пацан. Бэйн. Бэйн. Я не знаю, что у нас там еще, инстантовая. Обычно против всяких Квоп с Хиксами хорошо работает. А здесь у нас и Тайт, и Алхимик, и Никс. Ну, да, да, причем это все там АОЕшное. Есть пару каких-то нюков точечных, типа там Никс, типа Алхимик Стан. Ну, и, кстати, даже ульта Фуриона, если что-то, в Баленте вроде проявляется. О, и стрела, проверочная стрела, но она залетает в крипов далеко. И хвоста объедят. Хвоста копают. БКБ хвост. Нету, нету, и не успеет он БКБ прожать. Да, да, это минус хвост на АВИ. Все, бежать, бежать, все, минус пять. Есть, есть, Куроки. Ну, зачитывайте же Тридерпорты. Почему вы стоите? Ну, что это такое? Боже, сколько можно стоять? Если кого-то зацепят, то это будет провал. Фух. Уходят на последних секундах. Фух. Я не понимаю, а что они думали? Я не знаю, очень долго думали. Может, думали драться, но вряд ли. Какое драться вообще? Драться в словаре НАВИ в этом случае должно было просто отсутствовать. Ну, это, конечно, мог быть просто нереальный фейл. Слава Богу, все поулетали, потеряли хвоста. 14-7! Оранж ведут и по деньгам, и по экспе. Оранж доминирует на первой карте. Ну, вот Никс очень грамотно сыграл. Он не стал бить из вендеты. Просто дал импейл. И потом по накатанной один стан, второй стан. И полный проказ от визажа, от фуриона. В общем, ничего не пожалели в этой ситуации Оранжи. В прошлом году здесь на интернешне НАВИ абсолютно каждую пару начинали с поражений. Абсолютно каждый матч они начинали с 0-1. На самом деле у нас есть много интересных параллелей. Если все получится именно так, смотри, залетает стрела в Икса. Экстинкт. Ну, он тут такая... Он далеко, да, он далеко стоит. Куда же ты пошел? Купей! Осторожно! Еще смотри, Вард стоит какой агрессивный у Оранжи. Он видит прекрасное перемещение за Тауэром. А БКБ у Дэнди. Тут хвост. И стоит Сент-3, да. Ну, вот побоялись Оранжи. А почему побоялись? Видели БКБ у Дэнди? Вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Я не думаю. Возможно, просто побоялись того, что сейчас не получится так хорошо подраться, как это было в прошлый раз. В прошлый раз они просто неожиданно поймали врага. А сейчас вроде все достаточно очевидно. И может быть считают, что НАВИ просто хорошо ситуацию умеет контролировать. Так, ну и Фаник. Все хотят БКБ. Все хотят БКБ. Это правильно. Ну, Фаник уже очень много против... А гем появляется там. Вот теперь не надо покупать гем. Надо убить Тайда. Да, просто убить Тайда, отобрать у него гем и все будет хорошо. Но слово просто убить Тайда я, наверное, опрометчиво кинул. Надо попытаться убить Тайда. Тайда, у которого, скажем, там худ будет. И мека уже есть. Давно. 12-й левел. С руки его сейчас не забить. Нету такого большого дэмэджа с руки. Против магии, да. У него уже есть плаака, плюс там мека. То есть эта полторашка превращается сразу в 1750. Плюс там армор, который дает мека и так далее. То есть Тайда убить очень сложно. Я не знаю, что будут с ним делать. Надо просто... Нет, на самом деле на Тайда надо тупо забить. Как только у вас БКБ, вы просто забегаете, ввести тех, кого попало. Ну, никого попало, кого надо. Да, убиваете, да. Основных героев. То есть, главное сейчас убивать это Фуриона будет, понятное дело, и Муши, потому что это два самых проблемных пацана. Да, да, да. Тайтхантер это мясо, как бы, да? Он, понимаешь, да, он типа дает реведж и все. Он беспален. Это как Энигма. Вот почему не надо бить Энигму после Блэкхола? Потому что она ничего не может сделать. Она может дать какой-то Мэлифайз один, и то обычно она его перед Блэкхоллом в кого-то кидает. То есть, он всегда там в кулдауне у нее висит сразу после БХ. И вот тут точно так же. На Тайда, если будут БКБ, обращать внимание особо не стоит. Ну, довольно опасный был опять-таки момент. Высунул нос паник из леса, увидел толпу. И Оранжи настолько себя хозяеваем сейчас чувствует на этой карте, что даже зная то, что Фурион... Нет, ну Фурион-то прилетит, да. Они тут не все давят в чужом лесу, разбивают ворды, а очень хорошо играют. Да, да, да. И на Хекс выходит Фурион, и он у нее через тысячу будет. Оранжи с тактической точки зрения сейчас играют крайне грамотно. У них постоянно на подходах сентрики. Везде ворды стоят. Они видят все подходы. Птицы. Все это летает. Все это очень-очень грамотно занимает позиции в нужных местах, безусловно. То есть, Оранжи действительно сейчас очень жестко трайхардят. Я не знаю, у нас там опять просто аж Тобик громче, чем ты, наверное, чем я. Синс попал. Опять Визажа. Визаж-то, ну, он бесполезен. Он очень толстый, и как бы его пробую бить. Кстати, Визаж тоже выходит в Аганим. Забирает. Забирает без вопроса. Четвертый Тавер. Нави забрали два. Ну, и по сути, Оранжи реализовали свой Аэгис, вот как только, наверное, могли. Они очень много победили. Тавурапа сносили. Новее они зажали. Ну, пять с половиной тысяч по деньгам и пять тысяч по экспе. То есть, преимущество, в принципе, сохраняется. Да, да. Ну, и вот смотрим, смотрим. Хотя, наверное, нельзя сказать, что они его полностью реализовали, потому что, действительно, вот с момента той там драки на Рошане, по сути, практически ничего не изменилось. Эти пять тысяч как были, так и остались. Только вот эта вышка немного график пошатнула. У нас хвост тут забегает. Да, есть гему хвоста. Вот Куроки купил. Ну, и пропала Аэгис, так что у Муши. Это, ну, конечно, Нави тайминг четко имели. Они прекрасно знают, что там пропала Аэгис. И они прекрасно знают, что сейчас можно что-то придумать. Но Нави сейчас не знают, где находятся Оранжи. Оранжи пользуются этим. Они вот постоянно близко к лайну, к миду, к низу. Они вот там туда-сюда курсируют. Очень тяжело дается играться. Конечно, тяжело. У Дэнди тысячи голды мы видим сверх БКБ, тринадцатый левел. То есть с левелом все нормально. Да, у хвоста двенадцатый тоже все нормально. Ну, под мы десятый. Ну, вот тут у саппортов чуть-чуть похуже. У саппортов Нави. Причем саппорты-то Нави тоже похуже получается. Что там у них не так? Ну, по левелам я немного проверил. По левелам, да, да, да. Но там главное смотреть, одиннадцатые есть или нету. Сравнивать именно наличие одиннадцатых левелов. Потому что сейчас ни у одних, ни у других его, ни у одних, ни у других нету. И, как следствие, там ульты не сильно решают. Тот же Никс с одиннадцатым, он намного страшнее, чем Никс левел шесть. Так, ну, стрела залетела. Ну, слишком далеко уже находились парни из Оранж. Ну, вот Оранж, да, сейчас имеет фуриона, который постоянно будет сплитпушить обе линии, зарабатывать деньги. Уже есть у него хекст. А вот буквально через пару голды будет. И это огромная проблема, опять-таки, для Нави. Потому что, ну, борода, короче. Надо что-то будет придумать в драках и нереально эти самые драки вытаскивать. Ну, вот сейчас я смотрю, например, на Бэйна, который Пупей. И вот он не вкачал инфибл. То есть у него есть плюсы там в один. Мне кажется, это небольшая ошибка. Потому что, да, плюсы они решают. Вот инфибл он вкачал только что. Только что? Вот прям секунду назад. Только ты сказал, он вкачал. Вот, вот, шарит, шарит Пупей. Есть у него уже, наконец-таки, инфибл. Теперь это действительно не ошибка. Потому что там есть кому бить. Есть алхимик, есть фурион. На кого-то из них кидаешь. Но чем раньше вы качаете первый левел инфибл, тем раньше появится второй, третий и так далее. Тут экономить нельзя. Ой-ой-ой, и хвоста сейчас поймают. И хвоста поймали и убили. Хвоста опять ловят. Да, это минус хвост. Минус гем. Слип, но поздно. Надо зайти забрать хотя бы гем. Да, заходит, пытается забрать гем. Делает ипау. Ты успеет или нет? Успевает Бэйн улететь с гемом. Не потеряли гем, это хорошо. Потеряли хвоста, беда. И потеряли еще эти два тавра в миде. Драться нельзя. Но у хвоста есть байбэк, если что, если вдруг будут пустимы. Но не пойдут, а Т3 не пойдут. Они могут пойти, чтобы развести на этот байбэк. Нет, они идут сносить еще один кирблотавр. Это деньги, это огромные деньги. Один себе обеспечит шикарный плацдарм перед выходом на Рошана. Да, ну в общем пенсия будет знатна у этих пацанов из Орэндж. Так, там еще и Алхимик скоро соберет себе БКБ. Все очень хорошо сейчас у Орэндж. Просто шикарная идет игра. Арау залетает опять-таки в стингса. Тут кухующие в инвизии. Ну просто экстинкту ловить Арау самый-самый шик. Потому что у нее пассивка на фулл заряженная. У нее там резист к маге 72%. Ему эта стрела с дэмэджем там в 300+. Сколько у нее там? 360 урона у стрелы. Она ему наносит в 50. Да, она ему там какую-то там 80 дэмэджа вливает. И то, если повезет. То есть действительно для визажа эта стрела вообще ничего не значит. Конечно, за исключением стана. Минута до Рошана. И мы видим, ничего нового не появилось. Дэнди купил себе Shadow Amulet. Хвост, понятное дело. Ага, хвост купил себе Javelin. Ну, МКБ, да. Но потом у него будет. И если будет. Да нет, будет. Ну, 1-4 у хвоста. То есть как бы... Хвост играет пока что не слишком осторожно. Он не то, чтобы не осторожно играть. Да, он играет как обычно. А Оранжи знает, что он так будет играть. Он играет просто как он действительно обычно играет. И поэтому его ловят. Вот и все. То есть нельзя сказать, что он там бык, что он пошел на чужую половину карты фармить. Его ловят вот под своей базой. Но ловят. И вот в смоке Na'Vi. Абсолютно все правильно делают. Как бы если очень быстро убить хвоста, понятное дело, что драки не будет. Но вот заходят Na'Vi в смоке. Очень хорошо заходят. Ставят вард пупей. Но Оранжи знает. Оранжи, команда 5. Единственное, кого сейчас тут не было в драке, точнее в потенциальной драке, это Фуриона, который прилетит. Рядышком был еще Никс в радиусе одного экрана. Но он очень быстро опять же возвращается. И Na'Vi отступают. Нужен Vision. Вот если сейчас нажать там клавишу F2, мы можем увидеть, насколько мало зрения сейчас у Na'Vi. Вот этот один вард, одинокий, который стоит во вражеском лесу, который почти не дает никакой ключевой информации. Потому что обычно как-то вот так там бегают пацаны. Ну и Рошан, очередной Рошан сейчас для Коматорича. Я понимаю, отдают Na'Vi, потому что не смогут здесь драться. Да, да, да. Хотя нет, смотри, идут. Хвост идет. А вот у Куроки идет. Нет, нет ульты. Нет ульты у Куроки. Я не понимаю, на что они тут рассчитывают. Залетают сейчас Жуки-Пауки. Рошан падает. И все на этом. Надо отходить. Но стрела тоже все в никуда. Надо убегать. И все. А то сейчас хвост опять у нас встрянет. Но хвоста опять жгем. Но у Na'Vi сейчас единственный шанс. Это просто терпеть. Да, вот хвосту как раз... Просто включить терпил 85-го левела, стоять, ничего не делать. Именно, именно. Хвосту нужны артефакты. И хвосту специально дали гем для того, чтобы он не встрелял от Никса. Как это получилось вот в первый раз, когда его первый раз поймали плотно. Ну да. То есть потому что будет он видеть Никса, он будет отлично ориентироваться. Когда БКБ прожевать, когда убегать и так далее. Поэтому хвосту этот гем сейчас намного нужнее. Вся его команда сейчас должна играть очень осторожно. Задача хвоста хоть где-то нахабатить денег. Na'Vi на базе закрылись. Да, да. Они не могут выйти. То есть сейчас вот 12 тысяч голды и 7 тысяч хвосту. Мы понимаем, что это уже очень-очень огромное преимущество. На International только одна игра, это тайбрейкер, была выиграна с таким преимуществом. Одна. Да, одна игра. Статистика вещь неумолимая, друзья. Но, конечно, статистика делается после матча, собирается, если что. Да. Поэтому тут может произойти все, что угодно. И, возможно, мы станем свидетелями уже второго биг-комбэка. Так, ну пока что, пока что, да, не слишком все перспективно. Сейчас хвост у нас... Опять же, вот как я и говорил, команда Na'Vi просто охраняет сейчас хвоста. Потому что вся надежда именно на этого жука. Ну что же, Муша снизу, а мы видим здесь же Xins, здесь же Tide. Вот рискнут ли Оранжи этот Aegis реализовать на Т3? Ну надо же что-то делать, правильно? Конечно, конечно. Конечно, Оранжи, они на самом деле в этом матче меня удивляют. Потому что обычно мы видим какую-то терпильную игру. Оранжи реально понимают, что с Aegis'ом можно икидраться. Заходят, заходят. Они заходят и они ее будут нести. Но это очень важный момент сейчас. Идет Naga, просто дает минус. Стан Дэндика, Дэндик был в шадовом амулете. Полетел Swarm, правда больше по иллюзиям, чем по героям. Arrow, Ned поймал, закрапассировал. Паник тоже поймал. Но Муша сейчас ульт закончится. У Муша сейчас ульт, Na'Vi должны это ждать. Вот он, Глип. И Муш отступает, как только заканчивается ульта, чтобы в этом окошечке его не ганганули. Ой, точнее, первого уровня пока только Enfible. До второго левела вот сейчас, сейчас будет у Бэйна левел 2 Enfible. Потому что другое что-то качать смысла нет в принципе. Ну и да! Драггер у Тайтхантера! Вот это, кстати, да! Это очень сильно может перевернуть. Конечно, Na'Vi юзнули сейчас смок, и куда-то побежали без Дэнди. Я не понимаю, куда и зачем. Дэнди с Лотаром сейчас будут пытаться их догнать. И куда они действительно... А, они будут на хвоста байтить сейчас. Но Оранжи такие ребята с остальными нервами. Они никуда не отступают. Дэнди, Дэнди, осторожно. Смоуке Дэнди, палец. Ульт под мау, ульт. Знают, 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 знают. Там же тоже. И Курьера убили. И надо уходить. Ой, а их тут сейчас поубивать всех. В Курьере был Даггер Тайтхантера, если что. Три минуты. И просветки, Даггер и просветки поубивали. Гейм есть. Дэнди в InVizia. Смотри, хвост БКБ, Дэнди отлично. Сейчас залетает Апуриона, Апуриона надо снести. Хвост спилит от того, Дэнди второго. Нормально, нормально. Сейчас надо зафокусить. Садится Апуриона, Апуриона. Нет, заканчивается БКБ. Да, да, хвост нарезает. Посмотри, как он хорошо разрезает. Хвост сделал даблкил. Пупей держит до конца. Пупей тоже умрет. Три в два. Три в два. Дюной, Пупей себя. Пупей, красава. Хвост. Там взорвался Дэнди. Вот он, Хвост, Хвост. Хвост, Хвост, Хвост. Куда же ты зашел? Хвост, Дэнди убил Муши. У него тоже нет БКБ. Дэнди тут тоже умрет. Сейчас это Тим Вайп. Команда Нави погибает в полном составе. Там были байбеки. Да, там был байбек от Хуриона. Но, блин, ну зачем они остались? Не знаю. Дэнди, Хвост. Я понимаю, что они пытались раскатать их как-то. У них получилось. Все, отойдите. И все. Там минус байбек, минус Аегис, минус все. Ну, не надо было идти дальше. Опять же, залетает просто Хегг с Хвоста. И он без БКБ абсолютно бессилен. Да. Близки, близки были Нави, чтобы выиграть эту... Вот драку начали очень хорошо. Близки были к тому, чтобы выиграть ее. Драка была офигенная. Вот Тайтхантер, он был абсолютно бесполезен. Появились БКБ, на Тайтхантера просто положили болт. Вот такой здоровенный, на 32 просто здоровенную болтяру. То есть... Да, их сейчас, кстати, будет у Фанника БКБ. Фанник в драке дэмэджа практически не нанес, потому что быстро умер. Да, его там фокусили. Вот, БКБ у Фанника, 3 БКБ у Нави. А слип был, опять-таки, поздно. Куроки дал слип и сразу умер. В секунде. Да, да, да. Так, вот опять подсказывает. Ну, все, все, поехали, поехали. Тут опять эти баги с Дота ТВ со звуком. Я иногда, возможно, буду пропадать. Иногда это не буду замечать, но не волнуйтесь. Я постараюсь не упускать этих моментов. Бывает. Да, бывает, бывает. Ну, я думаю, по ходу ивента отстроится все, и будет все нормально. Конечно, первый день, там всегда какие-то накладки. Но я надеюсь, что все починится у нас. 16-й левел у Дэнди скоро будет и Лотар появился. Ну, Лотар у него был просто драки, да. 16-й у Дэка это серьезно. Это очень важно. Нужно сейчас попытаться дать Дэндику этот 16-й. Ну, вот мы видим, 678 на Муши. Муши выдал ГПМ на Алхимике, ой, на Фурионе. Да, именно на Фурионе лучше ГПМ был, вот, 678. А сейчас у нас 500 ГПМа у Фуриона. И вряд ли он наберет, там, 700, конечно. Да, да, но все равно, кто его знает, чем черт не шутит. Боже, а 3-4-ая-та минута уже игры идет. Ого! Ну, очень насыщенная игра. Да, 5 минут до нового Рошана, до третьего Рошана. И у Хвоста МКБ появится, ну, если бы не делал байбэк, уже было бы, но... Да, вот, понимаешь, если за эти 5 минут у Нави появится 16-й Дэнди и МКБ у Хвоста, то есть шанс выиграть. Если нет, то на Рошане, опять же, драка будет, ну, далеко не в их пользу. Вот это БКБ у Фуриона, оно на самом деле, ну, нафиг не нужно. Потому что ДК будет бить с руки. Ну, Бейн не заслипает. Да, да, ну, Бейн там еще тоже БКБ пробивает. То есть, Вивер бьет только с руки, по сути. То есть, Фуриону это БКБ практически не нужно. Мне кажется, лучше было бы, если он что-то еще там себе на... Или на выживаемость, ну, что ему, на выживаемость, аджор может какой-то, в общем, ладно. Просто дэмэдж, просто дэмэдж. Да, или в дэмэдж, в чистый дэмэдж уходить. Там вроде есть Алхимик, есть Татхантер, которые будут впитывать урон, если что. Дэнди нашел Хастун, нужен, нужен, нужен 16-й левел Дэндику. Вот сейчас бегают Нави, да, они боятся где-либо получать экспу, но очень надо вот здесь Дэнди пофармить или на Лильне, неважно. 16-й левел и Синий Дракон, это, конечно, штука довольно веселая и важная. Да, но Нави просто не знают, где Оранж. Вот сейчас они уже обвели, да, обвел Куроки, он угадал на все 100%, но, опять же, наверняка они ничего не знают. Ну, у них есть Вижен в Чужом Лесу, и, ну, а толку с того? Ну, там пацаны в Смаке будут пробегать, но все равно их не увидите, конечно. Я должен набрать 16-й, отойдите все от него, пожалуйста. Это фокаут, плиз. Да, Нави все очень хорошо понимают. Посмотри, он даже боится подходить, добивать крипа, он постоянно там как-то назад уже мув прожимает. Ну да, вот реально страшно, то есть Нави сейчас... Конечно, конечно, это страшно. Ой-ой-ой, Кираса, это больно. Вот он, Дэнди, 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 отойдите же, ну... Вот, должен быть 16-й сейчас. Да ладно! Да не должен, да. Один крип. Там даже два, наверное. Вот, там есть, хорошо. 16-й, есть форма. И Оранжи будут заходить, Оранжи будут заходить без Рошана. Но это очень важно, то, что есть форма сейчас, третья. Это, конечно, не гарантирует победы команды Нави, но будет уже проще, будет уже действительно проще. У кого Гем? У кого Гем из Оранжей? Ага, у визажа Гем. Зашли. На две части Оранжи сейчас разделились. Тайт стоит очень далеко. Ему надо сбивать чем-то даггер. Глиф заюзали ребята из команды Нави. И очень больно муши. Вот он инвиз от Потмы. Мы спалились, что дали инвиз, понятное дело. Ароу, Ароу, попал в Нета. Тайт дультует, БКБ. Фанни БКБ не прожжал. Но сейчас прожимает зачем-то пошла драка. Смотри, Фуриона фокусят. Да, фокусят Фуриона. Пофиг на Фуриона себе БКБ. Но Фанни поиграет. Хвоста быстро запилили. Хвост таймап. Пытается улететь. Сбивает хвоста. Это минус Дэнди, скорее всего. Пытается так же его сейчас догнать. Да, Дэнди отъезжает. Минус 4. Это гуд гейм. 1-0. Команда Оранж выходит вперед. Очень интересный, конечно, получился матч. И мы видим, что Оранжи законтрили Вивера просто прелестно. Хоть он и фармил очень много. Но он 1-4. Вот в чем дело. Ему очень сильно сбили фарм. Если бы у него не было этих 4 смертей, дело даже не в том, что он терял по 300, по 400 голды за смерть. Он терял очень много времени, пока сидел в таверне. Вот это ключевой момент. Да, ну что же. И 1-0 ведут Оранжи. Как и в прошлом году. История повторяется. Начинается каждое приключение на весь поражение. 0-1 пока. Ну и давайте ждать, что будет у нас дальше. Давайте ждать сейчас второй карты. Бейстов 3, как никак. Действительно, до двух побед еще не все потеряно. И мы, наверное, уходим. Мы уходим, да, на паузу и вернемся скоро. Спасибо, Тоди. Спасибо. Мы их поздравляем. Первая игра закончилась, и Оранжи взяли. И теперь у них всего-то, они... Только один матч, только еще одна победа. Еще одна победа, 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 еще одна победа. На шотдаунили. Нави не давали им ничего сделать. Играли очень уверенно. Очень впечатлены. Очень впечатлены. Дэм, что ты делал на матч? Ну что, ну да, конечно, визажа пикали больше всего. Завис турнир, его способность вообще замечательна. Он может блокировать стрелы и вообще танковать фамилиаром. Немножко пассивно сыграли навису с пиком сирены, потому что контриться БКБ. Да, но и вообще мы видели, что Тайдхантер отлично разворнялся в начале. Взяли Вивера, и они просто отдали последним пикам Алхимика, что было большой ошибкой. Нави не могли отбиваться, у Тайдхантера очень быстро появляли лисит, был толстый герой. Пара неудачных ганков наверху, когда ловили в лесу их хвоста, и паника у визажа очень сильно. И стандартная связка была с Ту, Гаш, Тайдхантера, Ньюк от визажа, и практически любой герой Нави расыпался на первом этапе игры. На первом этапе игры, плюс неудачный затянувшийся файт на Рошанинсу, которого все-таки Орэнджи забрали на Эггес. И вообще намного лучше, увереннее играли на Орэнджи, чем на Визаж. Визаж постоянно получалось выливать полностью дамаг в драках, после чего мы видим это драка на Рошане. Орэнджи получали много дамаг, Муши опустился до достаточно, особенно после своего файлового стена. И в этот момент, казалось бы, Нави могут войти, но и у Кейкс Майя не было ману на Рэвэдж, и только после юза стиков у него просто получается Рэвэджем накрыть всю команду Нави, и это полностью разорачивает. Вот это Рэвэдж, и получили пропады, пойманы в деревьях Дэнди, после чего смерть... Да. Да. Гвозд, который отстоял в сейн, после рэвэджа, после того, как его помиляли, Визажа накрыли, но и в основном не сделал драки. Алхимику забрали быстро, но после того, как тайтхару ктану по всему, было бы очень тяжело отмититься, если бы драку проиграли, Торриджи забрали Рошана, и даже Алхимиста получили довольно сильные преимущества. Это Дэггес и они даже не реализовали. Они не реализовали... Бруно, что ты сказал за... Что у тебя есть сказать по матчу? Ну и, конечно же, подчеркиваю важность визажа в этом матче, после чего второй пик тайтхантера, у которого огромное количество ассистов получилось, у него просто... Посчитаем, сколько раз получалось в Рэвэдж поймать три или четыре человека, но это также отличный каунтер-вивер в этом шотдауне. К сожалению, и часто говорили уже о том, насколько хорошо брать тайтхантер именно против вивера. Мы видим статы KYXY внизу его айтемы в конце игры. Как я уже говорил, один из героев этого турнира. И другая ключа была Драконайт на Дэггесе. Дэггесе нет никаких игроков, которые хотят играть этих героев. Драконайт. После чего это ходилось. Нави надо было забрать тавера, ротация по карте, но Оранжи постоянным пушем не давали им. Они разговаривали до матча о том, что именно... У Дэнди отлично получается играть на интовых героях и также на некоторых героях типа ТА и Паджа. Но именно в этой ситуации необязательно это был лучший пикап для Дэнди, конкретно для соло вида Драконайт. И выбор Shadow Blade, что уже было два гема на тот момент на карте. Очень рано появился гем Тайтхантера, после чего Хвост отдал один гем. Тимфайты не выигрывались. Дэгган никогда даже успевал просто зайти туда и дать стул. Выбор Лотара после БКБ, БКБ был обязательно. Выбор Лотара уже был двоякий. Собственно, продолжают говорить о том, как хорошо отыгрывал Визаж, особенно с поддержкой Никс Асасина, открытия Никса. И в Нави не получалось поднять айтемы на своих субпортах. Даже когда игра закончилась, не было мехазма. А все понимают, что в тимфайте нужен мех. Да, конечно, отлично. Есть три БКБ, что очень замечательно. Но это позволяет с некоторой стороны отложить, понизить важность рэвэджа, но все равно. У них не получалось именно в драках полностью подлечиться, пропушить и забрать тавер, но Оранжик просто им не разрешали. Не позволяли. Мы навяжем вам драку, мы будем вас пушить и, собственно, потом отлично сыграли. Конечно, не стоит ставить это в недостаток Нави. Очень много хороших, отличные слепые, отличные эрвэй, но просто не получилось. Да, возможно, выбор керри в этой игре тоже сказался. У хвоста отлично получается играть на Вивере, но в этой игре он не успел получить нужные айтемы. Несмотря на то, что он пошел на Винкуау в БКБ, то есть боевой такой билд, у него не хватало дамангана, он очень мало сделал драка. У суппортов Нави очень долго появлялись итемы, которые им нужны были. Бэйн практически ни разу не схватил никого в ульт, потому что очень-очень быстро умирал. В этом отношении и Найтмары, который скидывал пару раз буквально за конечностью. Еще раз хайлайт игры, когда хватает хвоста. И, конечно же, отличный мув, который во время ульта Сирены получалось забрать гем. Как, на вашем мнении, было важно, собственно, забрать этот гем и не отдать его оранжу? Ну, конечно, да, важно иметь гем для Нави, потому что в команде противника есть никс ассасин, но это не обязательно было бы именно решающим моментом. А для оранжа взять гем было бы просто замечательно, чисто из-за того, чтобы можно постоянно ловить второй гем, чисто для того, чтобы ловить хвоста по всем линиям. Ну и, соответственно, говорит о том, что Нави пришлось для защиты использовать свои большие ультимейты, что не позволяло им после этого играть хорошо и заходить на позицию под тем же ультом Сирены. Когда, ну да, собственно, если ты берешь Вивера, вам хочется, чтобы Вивер, когда он не дерется в тимфайтах, он отпушивал линии, он заставлял противника двигаться по карте. Но это не получалось. Нави, потому что очень быстро появились айтемы, которые просто шатдаунили его. Это шипстик и так далее. А вот как вы думаете, и Вивер можно было по-другому играть? Да, как мы говорили уже, Реведж хорошо контрит Вивера, потому что это большой шатдаун драки, и, к сожалению для хвоста, его очень часто ловили на этот скилл. Ну и, конечно, он взял БКБ достаточно быстро, но это значит, что у него не хватает дэмэдж-потенциала, чтобы именно в драках убивать противников, героев противника. Поэтому, возможно, надо было в драках сначала фокусить Визажа, который наносил огромное количество дамага, и при этом не фокусился на Нави. Нави почему-то почти во всех драках фокусили Профеты первым. Действительно, при том количестве нуков и от всего, что раздает Визаж, потенциально, скорее всего, надо было фокусить именно его. Но хотя игрокам виднее, конечно, в этом отношении. Кажется, что у Нави не было именно плана B. Вот если у них не получается начальная игра, то не на что, собственно, отклониться. Фурион и Алхимик могут замечательно фармиться, а у Нави, и кроме того, у Оранжа отличный именно потенциал для тимфайта. Да, у них есть реведж, а также у них потенциал и сплитпушить, и тимфайтов, и пушить тавера, как они делали, забирать быстро Рошана с минус армором. И Нави следует улучшить свой драфт, если они хотят выиграть следующую игру. Сейчас, естественно, ситуация такая, что Оранжем остался сегодня. Одна победа, долгий проход в следующий этап. Нави, соответственно, один проигрыш до вылета в нижний брекет, где, естественно, Best of One никто не одна команда не очень хочет туда попадать, потому что тяжело будет пробиться, тем более с такого этапа. Ну и как у аналитиков изменилось мнение? Мерлини по-прежнему все-таки думает, что Нави выиграют 2-1. Джейкоб соглашается с ним и тоже думает, что... Еще раз говорят о том, что... Да, 10-11, 10 килофт-11, дайте Дэнди что-то, на чем он может выиграть, и Нави выиграет. И мы возвращаемся на вторую игру.